Привет! На идею этого видео меня натолкнула толстянка. Это такое комнатное растение, которое у меня дома выглядело вот так. Они у нас росли очень высокими и худыми, и поэтому вечно заваливались, мы их подпирали всякими палочками. И года три назад решили отдать бабушке. Когда я к ней приехала после лета, через несколько месяцев, я увидела вот это. Понимаете, да, разницу? И именно это, уже теперь дерево, натолкнуло меня на мысль создать в нём город эльфов. Или фей. Или гномов. Кого-то, в общем, маленького и доброго. Делать их я решила из полимерной глины, и поэтому обратилась к Эле. Мы с ней не раз уже лепили, и вот при ней у меня всегда получается лепить то, что я хочу, а у самой нет. Наверное, это аура какая-то. Кстати, если глина крошится, можно использовать вот такой гель, чтобы вернуть ей хорошее состояние. Лепили домики мы по образцу вот такой картинки. И для того, чтобы цвета были в одной гамме, мы смешивали их с золотым. Жёлтый, коричневый, бордовый, синий и зелёный. Во все эти цвета глины мы добавляли золотую глину и тщательно смешивали. Начинаем лепить спинёчка. Сначала делаем шарик, а из него цилиндр. Затем зубочисткой и ножиком прорисовываем кору. Дальше переходим к крыше. Мы сделали конусы-основы, на которые стали лепить черепицу. Лепим колбаски в виде конусов, длинных таких конусов, и нарезаем их на блинчики одинаковой толщины. За счёт того, что сами колбаски были разной толщины, блинчики получились разного диаметра. Из них лепим капельки. А потом обклеиваем этими капельками конус крыши, начиная с больших снизу и заканчивая маленькими сверху. Эти капельки чешуйки, кстати, можно будет загнуть. Да, этот дом немного похож на ёлочку, и мы таким образом узнали, как можно слепить ёлочку. Но окошко и дверь всё решают. Остальные домики лепятся ещё проще. В основе у нас всегда был пенёчек, а потом мы делали крышу в виде конуса и как-нибудь изгибали её. Затем отправляем домики запекаться в духовку. Время выпекания и температуру смотрите на упаковке вашей полимерной глины. Мы ждали 20 минут. В это время Эля показала мне, как выполняет заказы для своего магазина. И я больше всего у неё люблю вот такие баночки. Ещё у неё есть очень крутые стаканы под напитки, но тогда у неё с собой их не было, зато есть фотки в инстаграме, поэтому советую вам подписаться. А тем временем наши домики запеклись, и я поехала к себе клеить их на дерево. Сажать их на горячий клей было бы жестоко по отношению к растению, поэтому я взяла самый обычный детский пластилин. Так как это растение никто не трогает и не трясёт, домики прекрасно будут держаться. А ещё хорошо то, что вы можете изначально брать обычный детский пластилин и лепить из него. Ведь эти домики крепятся на дерево и не предназначены для того, чтобы их кто-то трогал, поэтому с ними ничего не случится. И вообще я не планировала вот так оставлять этот город, я хотела сделать там ещё какие-нибудь лесенки, верёвочки, мостики. Так что в будущем я ещё вернусь к этому проекту. Ну а пока на этом всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть вопросы, задавайте. Если есть пожелания, пишите. А я вас вот так вот люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok